Ирина Фуфаева. «Как называются женщины?» Феминитивы. История, устройство, конкуренция. Читает автор. Глава первая. «Лексика со сложной судьбой». Обозначение женщин — часть русского языка, которое сейчас обсуждается публикой наиболее эмоционально. Объективно в этой сфере мало стабильности, много динамики, способы выражения разнообразны, отсутствуют общие правила, зато присутствуют противоположные тренды. Серьезный разговор обо всем этом разнообразии невозможен без элементарной лингвистической базы, которая нередко игнорируется в современных дискуссиях. В частности, русский грамматический род отнюдь не тождествен полуобозначаемых лиц, а русские феминитивы вовсе не сводятся к словам про профессии, как это часто пишут. Человек спрашивает в Фейсбуке, как назвать женщину-косаря, хочет написать о своей бабушке. Множество народу подключаются к обсуждению, предлагают варианты, перебирают суффиксы. Суффикс — это часть слова после корня. Суффикс, хоть и не корень, но тоже что-то значит. Например, «онок» в слове «мышонок» значит «детенок животного», обозначенного корнем, а «няк» в слове «березняк» — заросли деревьев, обозначенных корнем. Итак, бабушка-косарь. Косарица, косарша, косарка, косильщица с одним суффиксом выходит смешно, с другим непонятно. С третьим слово уже есть, да вот только оно означает сельхозорудие. Однако само занятие придумать женские варианты профессии комментаторов явно увлекает, как минимум забавляет. Ни одна часть русского языка в наши дни не обсуждается так активно, как обозначение женщин. В соцсетях идет полемика, на реальных площадках организуются многолюдные дебаты. Лет 10 назад термин «феминативы» знали лишь языковеды, изучавшие словообразование. Сейчас он превратился в пресловутые феминитивы. Одни их проклинают, другие отстаивают, а третьи увлеченно конструируют, обнаружив пробелы, которые, как им кажется, нужно заполнить. «Шоферка», «прозаичка», «философиня» и тому подобное. «Феминативы» или «феминитивы» от латинского «фемина» – «женщина». Это слова с показателем женскости. В русском языке обычно со специальным суффиксом. Например, «волч-ица» или «рыбач-ка». А в более широком смысле это любые обозначения женщин, в том числе, например, «тетя» или «примадонна». Да, при конструировании часто игнорируются уже обжившиеся слова, будь то лифтерша, поэтесса или героиня, в пользу в основном одинаковых конструкций ска. Лифтерка, поэтка, геройка. Да, в дискуссиях рождаются и транслируются лингвистические мифы, в том числе главное, что можно влиять на изменение языка путем принятия решений, лишь бы некий авторитетный научный орган санкционировал использование того или иного слова. А с другой стороны, множество людей стали внимательнее относиться к русскому языку, больше о нем думать и просто больше им интересоваться. Стране невыученных феминитивов. В советском мультике герой попадал, как бы сейчас сказали, в альтернативный мир школьных ошибок, где растут арбузные деревья, ходят половинки землекопов и где его чуть не съедает плотоядная корова. Можно представить себе альтернативный мир наивных представлений о вселенной, природе, где над плоской землей под твердым небом поднимаются и опускаются звезды и светила, а жабы и змеи самозарождаются в речном иле. Мир представлений о русском языке и истории, вырастающий из сетевых дискуссий о том, как правильно называть женщин, тоже альтернативный. В нем библиотекарши и ткачихи – это жены библиотекарей и ткачей, потому что, цитируя о дискуссии, суффикс «ша» означает «подвластность хозяину». Зато личной доблестью мечом женщины здесь добывают княжеские титулы, потому что княгиня – это самостоятельный персонаж. Снова цитата. Одновременно в полях работают, утирая под грудастые жнецы в сарафанах и платках, а в императорском театре партию Татьяны исполняет «женщина-певец», потому что до слова «авторка», ну, разумеется, никаких феминитивов в русском языке не было. Это опять-таки представление комментаторов. А другие комментаторы считают, что все же были, но только три по числу женских профессий – уборщица, няня и прачка. Потому что на кем еще могла работать женщина до прихода светлой эры – кураторок, лекторок и спикерок. И тому подобное. Как ни забавно, старые и новые лингвистические поверья, картина, происходящая в языке, гораздо интереснее. Не менее интересно, что происходило в предыдущей эпохе. Собственно, книга об этом. С одними вопросами разобраться легко, с другими сложней. А есть и такие единственного возможного ответа, на которые нет ни у кого. Вот, казалось бы, простейший. Какого на самом деле грамматического рода слова «врач». Русские слова, обозначающие женщин, лексика со сложной судьбой. И это, конечно, не только феминитивы. Хотя бы потому, что прямо сейчас, перед моими глазами, на экране ноутбука, проплывает обсуждение, в котором фигурирует «моя эндокринолог» и «моя косметолог». И раз «эндокринолог» моя, раз «психолог» помогла, а юрист подала иск, значит, эндокринолог, косметолог, психолог, юрист, тоже название женщин по факту. Факт может возмущать или озадачивать, но он есть. И состоит в том, что в русском языке у людей женского пола, в отличие от людей мужского пола, может быть два типа названия. Специальные, предназначенные только для них, или общие с мужчинами. Но совсем не у каждого общего слова есть пара только для женщин, по крайней мере признанная, да и обратная вера. А теперь, почему в этой книге употребляется не модное слово «пол», а не модное слово «гендер». Общее значение суффиксов феминитивов по-научному определяется как «женскость». Например, это значение суффикса «ица» в словах «жница», «красавица» и «волчица». Как видим, отличие между людьми и животными в этом плане язык не делает, а у животных, исходя из определения гендера как социального пола, такого явления нет. В русском языке имеются грамматические показатели для выражения не только женского, но и мужского пола, например, суффикс «ак» в словах «рыбак», «ведьмак» и «гусак». Раздражает все. Способы, которыми в русском языке называются «женщины-деятельницы», одна из самых нестабильных частей этого самого языка. В ней и без феминизма в последние сто лет, если не дольше, идут грамматические подвижки грунтов, поэтому общих правил нет. И практически у каждой профессии свой более или менее принятый женский вариант обозначения. Писательница, но критик. Скорее активистка, чем активист. Скорее кассир, чем кассирша. Блогерша Н. Вполне, но я блогерша. Вряд ли. Молодая лауреат странна. Молодая врач уже привычна, хотя для официального стиля еще не нормативна. Плюс все еще остается грамматическая неловкость со словосочетаниями типа «лауреат рассказала». Это с одной стороны. С другой не всем по нраву даже безобидные литературные писательницы и поэтесса. Например, не любят эти слова известный писатель и поэт, эссеист и переводчик Ленур Горалик. Однако она все-таки не так непримирима, как Екатерина Н., которая пишет в Фейсбуке. «Когда меня кто-то называет художницей, я свирепею и вежливо прошу более ко мне это слово не применять». «Есть профессии художник, профессии художницы нет», аргументирует Екатерина, ориентируясь, видимо, на классификатор профессий и должностей Росстандарта. И это только семиминутный срез причудливого статуса этих слов в речи и отношений к ним самих носителей. Вчера было чуть иначе, завтра тоже наверняка ситуация изменится. Тем более, что их разнообразие еще больше усложнилось, когда феминистки начали приносить русскую речь, особенно в интернет, и на славянские феминитивы типа «блогерка», «авторка», «директорка» и конструировать новые по их образцу. В итоге практически любые варианты кого-то дораздражают. «Зачем каждый раз указывать гендер-деятеля? Это как иметь специальный суффикс для расы или сексуальной ориентации», пишет Андрей П. Что ж, его можно понять. «А чтобы не создавать впечатление, что в мире действуют только мужчины, физики, журналисты и политики», отвечает Ульяна Ф. И ее можно понять. Елена М. тоже хорошо относится к указанию гендера, но плохо к, цитируя, стремлению вытеснить литературные феминитивы новыми. Какая нахрен товарищика, партнерка и поэтка приживых партнершей, поэтессе и товарке? Конечно, легко понять тех, кого бесит принцип «кудрявое распрямить», проигнорировав готовое, прижившееся ту же лифтершу или директрису, сконструировать лифтерку и директорку. Можно понять и тех, кто выбирает лифтерку и директорку, кому хочется пользоваться идеальными, стерильными именами, такими же идеальными, как платоновские идеи эйдесы, свободными от коннотаций, которыми жизнь обременила лифтершу и директрису. Коннотация — это дополнительные значения, оттенки, сопутствующие основному значению слова, часто связанные с оценкой явления, обозначаемого этим словом. Не хочется этих оттенков, которыми жизнь обременила ту же лифтершу, чтобы никаких ассоциаций с черным халатом, значком «отличник народного просвещения» и мощным шиньоном. Пусть у новых слов будут новые правильные суффиксы. Еще из дискуссии можно понять, что раздражает, когда существительное мужского рода, а прилагательное или глагол женского автор написала. Но при этом автор написал, и этот автор женщина, вообще несусветно. Традиционная авторша не нравится чем-то неуловимым. Частый аргумент — это суффикс «жены». Чешская авторка в качестве русского слова противоестественным пишет знаменитая писательница, тонкий стилист. А могло ли быть иначе? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, в самом русском языке. Китиха тоже фемина. Феминитивы появились в народном сознании лет 10 назад, как слова в основном про профессии и деятельность. Опять цитирую участников сетевой дискуссии. Время идет на утверждение. Феминитивы употребляются только к профессиям, повторяются вновь и вновь, и каждый раз удивляешься. Нет, не буква «и» вместо «а». Слово феминитив широко шагает по России, до чего там по русскоязычному пространству, и отстаивает правильное написание уже поздно. Удивляет то, что вроде бы каждый носитель русского языка знает такие, например, слова, как «драчунья», «красавица», родственница, школьница, отличница и двоечница, горожанка и крестьянка, француженка и испанка, оптимистка, злоумышленница, владелица и собственница, любимица и любительница, вегетарианка, альтруистка, фантазерка и бунтарка, которые обозначают вовсе не профессии, да и пресловутая авторка не профессия. Русские слова с показателем женскости, специальным суффиксом, могут выражать практически любые возможные характеристики человека, не только по деятельности, но и по месту жительства, инопланетянка, по поведению, хлопотунья, грубегянка и даже по родству, племянница, да хоть по болезни, инсультница, сердечница, участница, пассажирка, любительница, более того, название самых животных, волчица, лосиха, как мы только что выяснили, тоже феминативы, то есть по-новому феминитивы. Наконец, повторим, что в широком смысле феминитив, феминатив — это любое слово про женщин, то есть и мать, дочь, женщина, девушка, где женскость выражает сам корень. В этой книге речь в основном пойдет о словообразовательном аспекте обозначения женщин и конкуренции со словами унисекс, от которых они часто происходят, лауреат, лауреатка. Поэтому термин феминитив будет употребляться в узком значении, производное слово, у которого значение женскости является дополнительным и выражено грамматически, то есть каким-то кусочком слова помимо корня, служебной морфемой, чаще всего суффиксом. Морфема — это самая маленькая значащая единица языка, которую в школе называют частью слова. Суффикс, приставка, окончание, корень и так далее. Все морфемы, кроме корня, служебные. Женскость — лишь одно из значений, которые могут в русском языке выражаться грамматически. Таких значений очень много. Например, уменьшительность. Обрыв — обрывчик. Неполнота действия. Хромать — прихрамывать. Множественность. Сорт — сорта. Собирательность. Лист — листва. Собственно, грамматически выражаются все самые востребованные смыслы. Все, что нам нужно выражать, то и дело. Почти каждый русский суффикс женскости может выражать по нескольку разных, более мелких значений. Например, суффикс — иха. Ткачиха — женщина-ткач. Мельничиха — жена мельника, устаревшая. Беркутиха — самка беркута. Наконец, чувиха, обозначающая просто женщину, девушку, но с особой стилистической окраской. Строго говоря, суффикс не иха, а их, а относится к окончанию, а не к суффиксу. Беркутиха — видели беркутиху. Фантазерка — восхищаемся фантазеркой. Однако, поскольку при образовании феминитивов набор окончаний меняется, беркуты видели беркутиху, фантазер — фантазерка, восхищаемся фантазером, восхищаемся фантазеркой, то наиболее информативно будет говорить «иха» или «ка», что указывает на смену окончаний. Но мы продолжаем понимать, что вот это произношение, оно соответствует суффиксам «к», «их», «иц» и так далее. То есть, что «а» относится не к самому суффиксу, а указывает на первое склонение феминитива, на «а», как «луна», «мама» и тому подобное. Все русские слова, которые называют только женщин, но не мужчин, имеют женский грамматический род. Редчайшие исключения экспрессивны — «мамусик». А вот обратное неверное. Не все существительные женского рода обозначают только женщин. Например, «личностью» или «особой» называют человека независимы от пола. Почему род не равно пол? Время вспомнить, что собой представляет грамматический род существительных в русском языке и чем он отличается от пола обозначаемых существ. Грамматический род в русском языке есть у всех существительных, независимо от того, обозначают ли они кого-то, кто может иметь пол, человек, животное, мифический персонаж или вещь, явление, никакого пола не имеющая. Только что в очередной дискуссии за язык и гендер я прочла утверждение, что род русских неодушевленных существительных служит источником гендерных стереотипов. Опять во всем виноват язык. Правда, как не допытывалась, конкретики собеседница не выдала. Мол, это все знают, Google в помощь и тому подобное. Видимо, она считает, что неодушевленных существительных род связан с семантикой. Как если бы все существители мужского рода обозначали что-то длинное, а женского круглое, мужского горячее, женского холодное и так далее. И отсюда бы возникали стереотипы. Но это вовсе не так. Лучшее опровержение синонимы с разным грамматическим родом. Синонимы – это слова близкие или совпадающие по значению. Дорога и путь, огонь и пламя, век и столетие. Семантика практически одна, а род разный. Слова с брутальной оружейной семантикой имели и имеет женский род. Пушка, сабля, пика, шпага, бомба, ракета. И мужской – меч, снаряд, револьвер, автомат, пулемет. И средний – ружье. Одним словом, язык в гендерных стереотипах не повинен. По крайней мере, род неодушевленных существительных точно. В русском языке три грамматических рода, а не два, как языковых пола. Род существительных в общем случае – всего-навсего способ согласования с зависимыми от него словами. Месяц ясный, луна ясная, а небо ясное. Мерзавец – редкий, а сволочь – редкая. Наконец, род существительного вовсе не всегда можно определить по формальным признакам, по внешности слова, то есть по окончанию. Думаю, последнее утверждение кого-то озадачило. Давайте разберемся, откуда мы знаем, какого рода камень, бумага, полотенце, мама, сын, кошка. Определяем по окончанию? Представьте, что мы, например, компьютерная программа. Или ребенок, или иностранец, или инопланетянин, только осваивающий русский язык и не знающий многих конкретных слов. Можем ли мы по каким-то формальным признакам определить род у незнакомого существительного? Но это же очень просто, скажет кто-то. Если кончается на а, то женского рода, на согласный, левое окончание мужского, на а, среднего. Нет, нет, нет. Вот четыре слова совершенно одинаково кончаются на а я. Фея, юнга, дитя, сирота. У каждого свой род. Женский, мужской, средний, и то женский, то мужской, это называется общий. Ваятель и фотомодель одинаково заканчиваются на мягкий согласный, то есть имеют нулевое окончание. Но род у них тоже разный, мужской и женский. У большинства слов, оканчивающихся на О или Е, действительно средний род мужество, создание. Но не у всех. Человечище и домишко мужского рода. У несклоняемых, типа крупье, где последний гласный, не окончание, а часть корня, уж точно нет вообще никаких формальных признаков рода. Дэнди, мужской род, тревести, женский, визави, общий. Ну и, наконец, есть несклоняемые слова женского рода, оканчивающиеся на согласный, мадам, эстер. Значит, компьютерная программа при определении грамматического рода не может ориентироваться на последнюю букву словарной формы слова. Иначе будет попадать пальцем в небо. Юнга рассказала, дитя заплакала, красивый модель, старенькая домишко. Правда, если учитывать и остальные падежи, род некоторых типов существительных можно определить абсолютно точно. Нет воятеля, мужской, но нет фотомоделей, женский, а у других все равно нельзя. Нет юнги, нет феи. Существительные наа разных родов склоняются одинаково.